Девочки, всем привет! Начинаю новый влог с ужина. Мои там уже едят, а я немножко задержалась. Но дело в том, что там нечего показывать, как бы не особо красиво. Вот это моя порция. Что? Капусту потушила я, как я обещала? Нет. Я сварила ещё гречку. Но я её сделала, видите, с луками, с морковкой. Вкусненько, наверное. Котлетка. И вот, видите, язычок этот. Очень вкусно. Феде понравилось, а Арсению нет. Огурчики, помидорчики. Всё, кто сейчас будет кушать, всем приятного аппетита. И мне приятного аппетита. Приятного аппетита. И вон Федя говорит, приятного аппетита. И мне приятного аппетита. Кушайте, приятного аппетита. Девочки, сегодня новый влог. Уже. Вы представляете, какая у нас погода? Я сейчас собираюсь вообще-то в Леруа и Мерлен ехать. Вообще. Вы понимаете? Мне аж страшно. Ну, я поеду. А что делать? Хотела без шапки голову помыть. И без шапки. Нет. Поеду в шапки. Голову мыть не буду. И снег усиливается. А если меня заметёт? Серьёзно. У меня аж так... Это я без света дома стою. Вы видели, как темно дома вообще. Девочки, вдруг нежданно-негаданно пришёл Лёша. Что-то у них там на работе стены сырые, не высохли. Вот он пришёл пораньше. Собирает детскую. А я сейчас поеду. Куда? В Леруа и Мерлен. Забыла куда. Даже непривычно как-то. Я ему говорю, поехали со мной. Он сказал, нет. Я не поеду, я буду собирать. Сейчас матрасы привезут. Так что вот. Приеду, наверное, здесь будет всё собрано. Что-то фокус такой плохой. Фокус. Я ещё не уехала. А матрасики уже приехали. В общем, я говорила, что они будут вот в поликатоне. Такие тяжёленькие. Но они ортопедические. С двух сторон кокос 1 см и независимые пружинки. Прямо жёсткие. Прямо нормальные, нормальные. Ещё плюс на матрасник будет. Мне не очень нравится, что они голубенькие. Но ничего страшного. Вот так у нас сейчас всё выглядит. Вот здесь мы спим, девчонки. У меня болит шея снова. Потому что наша половина... Лёш, подожди. Риска пришла. Та половина, там Лёша спит. Она ровная. А моя половина, она на три половины разделена. Несмотря на то, что здесь лежит на матрасник. Но он достаточно тонкий. И получается, что она сама по себе пониже. В общем, на диване у меня болит шея. И даже подушка не помогает. Моя, вот, которая... Показываю подушку. Ортопедическая. Надо будет ещё какой-то на матрасник повыше, такой типа топера. Ну, потолще. Чтобы сравнять эти две половины на мою сторону. И уже целиком закрыть всё это дело. В общем, вот так вот у нас всё обстоят. Лёша тут собирает. А я поехала в Леруа. Девочки, я выдвинулась. Наконец-то. Блин, погода вообще отвратительная. Только что ветер стих. У нас штурмовое предупреждение, что ветер сильный. Вот. Ну, короче, только что перед носом уехала моя маршрутка. Кстати, скажите мне, а во всех городах Леруа, там, Икея стоят на конце города. Вот эти две девочки. Прямо у меня сейчас глаза так вырубнут по ту сторону. Ветер ледяной и сильный, реально. Короче, фантинная погода такая прошла. Ну, ладно, вы видите Леруа. Сейчас у меня движок налетит в автобус. Девочки, еду в автобус. Конечно, плохо видно. Неплохо слышно. Но вот хотела показать вам Рио. Текстильный центр. Вот, куда я все хочу съездить, блин. Видели елку? Вот, нарядили его. И сейчас на следующей остановке, или через две, короче, Леруа Мерлен. Вот это все, вот, то, что следит, это Рио. А здесь уже район суховки. И, в общем, стекло грязное. И рука отрезается. Ну, все как обычно, мальчонки. Девочки, вышла, вышла. Сто лет в суховке не было. Мне Леша объяснил, что надо ехать на маршрутке. Надо на двух, чтобы как раз там выйти. А я поехала на автобусе, понимаете? Сейчас я здесь скользнусь. Вот. И, короче, автобус сейчас остановился на повороте. Как раз его попросили здесь у магнита остановиться. И Леруа, короче, где-то вот за этим магнитом. Но я его видел уже. Так, как мне пойти? Ну, в общем, иду. А вообще, я не знаю, хорошая ли эта идея идти в открытие. Мне кажется, сейчас там народу будет много. Хотя сегодня какой день в неделю? Четверг. Не знаю. А еще... Сейчас автобус тоже, когда ехал, он говорит, блин, столько пробок, пробки, пробки, говорит. Ну и кондуктор говорит, это в Леруа все. Он люди уже... А там народу много? Нет. Нет, по-моему, она сказала. Ну... А, это магнит. Девчонки, вы мне подскажете, куда захотите? Это я еще в магните буду. Смотрите, какой-то супермаркет света. Я уже не знала, что у нас такое есть. Сколько всего. Красиво, много так. Девочки, я у цели. Я у цели. И вот, понимаете, все для людей. Ну, реально открытие. И вот здесь все ходят, да. Есть другой вариант. Слышали? Ну, это не мне сказали. Люди шли. Нет. Других вариантов нет. Мы на входе. Народу тьма. Вот такая композиция. Очень много народу. Не знаешь, даже в какую сторону лучше пойти. Наверное, лучше туда. Против часовой стрелки. Так, сразу на входе нас встречают свечи. Вот такие ароматические свечи. Диффузоры вот эти, или как они называются. Вот такие вот простенькие рамочки по 90 рублей. Народу очень много. Картины, постеры. Картины, постеры. Рамки. Вот детскую красивая композиция такая интересная. Бесценная. Вот такие рамочки деревянные. Сотянская трубей. Рамок очень много всяких разных. Но на самом деле нужно приходить не в открытие. Потому что здесь, как в продуктовом магазине, перед Новым Годом. Часы. Часы 500, 700, 600. Декор для стен, лавочки. 340 рублей. Такой. Пластиковый, жуткий пластик. Вот, писать можно вот на таких вот штучках. Как это выглядит. Вот такие вот зеркала большие. Вот такие вот зеркала. Вот обои. Поделитесь к мобиле. Кстарский номер. Андрей. Что тут, 6 года. Обои обычные. Обычные и необычные. Обои с ананасами. Принт сейчас модный. Листья тоже. Выбор обоев очень большой. Но мне как-то непонятно. Цены здесь. 1800, 1600. Вес лишний. Люди накинулись на обои. Неужели? Неужели нигде больше нет? Я привык на поле пустяки. Дуэль Леруа. Больше негде было купить обои. Не, ну. Выбор большой. Очень милая клееночка. Очень милая клееночка. Вес 56 рублей. Такая. В стиле Прованс. Ну, большой выбор клеенок. Подставки. Скатер Прованс. Еще 146. Скатер. В сидушках ней. Вот такая. В стиле Прованс. Чур. Для клюквей. Да, вот, девочки, я пришла из Леруа, что у нас происходит дома. Леша уже сходил за детьми, привел их. И процесс полным входом. А я, девочки, не засняла акцию, потому что у меня сел телефон. Сейчас вот включилась, я с ним выключу. Все. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Что, сынок? Хорошо.